Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой замечательный узор волны, который я использовала для оформления горловинки, вот такой замечательной кофточки. Для начала вязания нам нужно набрать количество петель, кратное 20. То есть один раппорт узора составляет 20 петель. Это может быть 40, 60, 80, 100 и так далее. В зависимости от того количества раппортов, которое вы хотите связать. Плюс одну петлю нам нужно набрать дополнительно, это петля симметрии и плюс 2 кромочные по краям нашего рисуночка. Я набрала 23 петли, чтобы показать вам, как связать один раппорт. Вы уже в зависимости от того, сколько хотите раппортов связать, умножаете количество раппортов на 20. Плюс петля симметрии, плюс 2 кромочные. Итак, для вязания кофточки я связала первый ряд лицевой. Абсолютно. Этот ряд не входил у меня в количество петель и в количество рядочков высоту раппорта. Я просто провязала лицевые для того, чтобы перейти на вот эту вот красивую сторону. Сейчас же я вам покажу просто, как связать один раппорт узора, который составляет 12 рядочков. Итак, первый ряд. Кромочную снимаем, дальше вяжем одну лицевую петлю. Затем делаем накид и вяжем 1 лицевая, 2 изнаночные. 1, 1 лицевая, 2 изнаночные. 2 и 1 лицевая, 2 изнаночные. 3. Теперь вяжем 1 петлю лицевую и в обратном направлении. 2 изнаночные, 1 лицевая, 1. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2. 2 изнаночные, 1 лицевая, 3. Теперь делаем накид, вяжем 1 лицевую и кромочная петля изнаночная. Первый ряд связан. Разворачиваем на второй изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы всегда будем вязать по рисунку. Кромочную снимаем, дальше у нас идет 1 изнаночная. Но так как у нас промежуточные петли платочной вязки, то есть лицевой с изнаночной стороны, у нас вот эта петелька будет лицевой. Дальше у нас идет накид. Накид я буду вязать просто лицевой петелькой. Так у нас получается вот такая дырочка. Дальше вяжем изнаночная 2 лицевые 1 раз, изнаночная 2 лицевые 2 раз и изнаночная 2 лицевые 3 раз. Дальше 1 изнаночная и в обратном направлении. 2 лицевые 1 изнаночная 1, 2 лицевые 1 изнаночная 2 и 2 лицевые 1 изнаночная 3. дальше вяжем накид лицевой петлей и вот это вот наша петля симметрии также лицевая кромочная петля у нас изнаночная третий ряд третий ряд мы будем уже добавлять вот этот накид наш провязанный количество петель и так кромочную снимаем дальше вяжем 2 лицевые то есть наши петельки платочной вязки дальше делаем накид и вяжем 1 лицевая 2 изнаночные 1 1 1 лицевая 2 изнаночные 2 1 1 лицевая 2 изнаночные 3 1 дальше вяжем 1 лицевая и в обратном направлении 2 изнаночные лицевая 1 2 изнаночные лицевая 2 и 2 изнаночные лицевая 3 дальше делаем накид довязываем 2 петельки лицевой и кромочная петля у нас изнаночная дальше 4 изнаночный ряд вяжем петли по рисунку кромочную снимаем дальше у нас идут 2 лицевые петли платочной вязки накид мы вяжем также лицевой петлей дальше у нас идет изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые 2 и изнаночная 2 лицевые 3 дальше 1 изнаночная и в обратном направлении 2 лицевые изнаночные 1 2 лицевые изнаночные 2 и 2 лицевые изнаночные 3 дальше у нас накид идет лицевой петлей лицевая петля узора раппорта петля симметрии также лицевая и кромочная изнаночная петля симметрии как вы заметили у нас всегда лицевая поворачиваем и вяжем 5 лицевой ряд кромочную снимаем дальше у нас 3 петли платочной вязки поэтому вяжем 3 лицевые петли дальше делаем накид и начинаем вязать наш узорчик лицевая 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные 2 лицевая 2 изнаночные 3 дальше 1 петля центральная лицевая и пошли в обратную сторону 2 изнаночные лицевая 1 2 изнаночные лицевая 2 и 2 изнаночные лицевая 3 дальше делаем накид 2 петли лицевые петля симметрии также лицевая и кромочная изнаночная и разворачиваем на шестой ряд шестой ряд это наш изнаночный ряд четный вяжем по рисунку кромочную снимаем дальше вяжем 3 петли платочной вязки накид также вяжем лицевой дальше идет у нас изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые 2 и изнаночная 2 лицевые 3 центральная петля нашего рапорта изнаночная и дальше пошли в обратную сторону 2 2 лицевые изнаночная 1 2 лицевые изнаночная 2 2 лицевые изнаночная 3 дальше накид вяжем лицевой 2 петли лицевые петля симметрии лицевая и кромочная петля изнаночная и начинаем вязать 7 лицевой ряд кромочную снимаем дальше вяжем 4 петли нашей платочной вязки 4 лицевые дальше делаем накид и вяжем смотрите немножечко поменяем мы первую лицевую так и вяжем лицевой дальше у нас идут 2 изнаночные мы эти 2 изнаночные ниточка перед работой и вяжем 2 петли вместе 1 изнаночной то есть сокращаем одну изнаночную петлю между лицевыми повторяем 1 лицевая 2 изнаночные вместе это второй раз мы провязали лицевая 2 изнаночные вместе 3 раз то есть мы убрали 3 изнаночные петли дальше вяжем лицевую центральную петлю и делаем все то же самое но в обратном направлении 2 изнаночные 1 изнаночной вяжем вместе сокращаем лицевая это первый раз 2 изнаночные вместе 1 изнаночная лицевая это второй раз и 2 изнаночные вместе лицевая это третий раз то есть мы сократили между лицевыми по одной изнаночной петле дальше делаем накид вяжем 3 петли лицевые 4 петля симметрии также лицевая и кромочная петля изнаночная и разворачиваем на изнаночный 8 ряд кромочную снимаем дальше вяжем 4 лицевые петли 1 2 3 и 4 наш накид также вяжем лицевой дальше у нас идет лицевая лицевая петля с изнаночной стороны это у нас изнаночная после провязанного лицевой нашего накида вяжем изнаночная лицевая изнаночная лицевая второй раз и изнаночная лицевая третий раз центральная петля у нас изнаночная и пошли в обратном направлении лицевая изнаночная 1 лицевая изнаночная 2 и лицевая изнаночная 3. Накид вяжем лицевой петлей. Дальше у нас идут 3 петли лицевые раппорта. Петля симметрии лицевая и кромочная петля изнаночная. Связа 8 ряд разворачиваем на лицевой 9 ряд. Вот уже у нас вырисовывается, посмотрите, картинка. Но мы еще находимся на 9 ряду. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше делаем перед лицевой вот этой центральной нашей началом узорчика веер. Делаем накид. Дальше вяжем лицевая изнаночная. Раз. Лицевая изнаночная. Два. Лицевая изнаночная. Три. Центральная лицевая петля веера. И в обратном направлении. Изнаночная лицевая. Раз. Изнаночная лицевая. Два. И изнаночная лицевая. Три. Дальше делаем накид. Четыре петли лицевые нашего раппорта. Петля симметрии также у нас лицевая и кромочная петля. Изнаночная. И разворачиваем на десятый ряд. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид вяжем лицевой. Дальше вяжем изнаночная лицевая. Раз. Изнаночная лицевая. Два. И изнаночная лицевая. Три. Центральная изнаночная петля. И дальше в обратном направлении. Лицевая изнаночная. Раз. Лицевая изнаночная. Два. И лицевая изнаночная. Три. Накид вяжем лицевой петелькой. Дальше у нас четыре лицевые петли. Пятая лицевая петля симметрии. И кромочная петля у нас изнаночная. И разворачиваем на одиннадцатый лицевой ряд. В одиннадцатом лицевом ряду кромочную снимаем. Дальше у нас идут шесть лицевых. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Делаем накид. И дальше смотрите. У нас идет лицевая и изнаночная петля. Мы за заднюю стеночку захватываем две петли и вяжем одной лицевой петлей. Это первый раз. Дальше лицевая и изнаночная идут следующие. Мы за дальнюю стеночку берем две петли и вяжем одной лицевой вместе. Это два. Лицевая и изнаночная следующие. За дальнюю стеночку вяжем лицевой вместе. Это третья пара. Дальше лицевая и изнаночная вместе одной лицевой. Это четвертая пара. Лицевая и изнаночная вместе за дальнюю стеночку. Пятая пара. И последняя. Смотрите. Шестая пара лицевая и изнаночная вяжем лицевой и мы связали 6 раз попарно лицевая и изнаночная вместе лицевая и изнаночная и так далее то есть сократили получается все изнаночные петли между лицевыми петельками затем довязываем одну лицевую петлю дальнюю вот эту лицевую веером делаем накид и вяжем наши 6 лицевых то есть 5 лицевых петель и шестая петля лицевая симметрии связали 6 лицевых и кромочная петля изнаночная и завершающий 12 ряд мы можем связать по рисунку и было бы правильнее связать вот эти петельки начальные нашу вместе с накидом лицевыми петлями дальше центральные петли у нас их как вы помните 1 2 3 4 5 6 петель попарно провязанных изнаночных и одна петля 7 конец веера то есть с тем центральных изнаночных и дальше довязать вот эти 6 петель лицевых и петля симметрии но я именно кофточки вязала вот эти все петельки полностью изнаночный ряд то есть 12 ряд вы можете провязать двумя способами либо по рисунку то есть связав всем петель лицевых это 6 петель нашей платочной вязки и накид 7 петель лицевых дальше 7 петель центральных изнаночных и 6 петель лицевых петля симметрии 7 и кромочная с обеих сторон но я свяжу именно так как я вязала в кофточке поэтому снимаем кромочную дальше вяжем 7 петель изнаночных 2 4 5 6 и 7 петля это накид изнаночные можете даже вот эту изнаночную накид связать перекрещенной изнаночной то есть вот так вот развернуть дальней стеночкой и связать изнаночной благодаря вот этому перекрещенному провязыванию у нас не получается вот этой последней 6 дырочки то есть вот у нас 1 2 3 4 5 дырочка а 6 у нас уже просто перекрещенная петля дальше вяжем 7 изнаночных петель центральных и доходим до накида нашего снова берем снимаем его на правую спицу и разворачиваем вяжем изнаночной петлей то есть перекрещенной петелькой и довязываем 6 петель изнаночных и 7 петля для симметрии изнаночная и кромочная также изнаночная то есть вот таким вот образом я вязала раппорт узора веер на кофточке то смотрите обратите внимание что я последний ряд провязала не по узору как мы всегда вязали а просто изнаночными петельками причем накиды провязала не просто изнаночными а перекрещенными изнаночными и убрала получается нашу шестую дырочку а можно связать по узору то есть если вы будете продолжать дальше вязать по узору то у вас будет 6 дырочка от накида и здесь продолжаться уже получается 1 2 3 4 5 6 ряд платочной вязки вот этого ромбика точнее даже треугольничка я бы сказала не ромбика именно вот этой платочной вязки и если вы снова начнете вязать раппорт узорчика высоту то у вас снова будет вот такая ракушка волной и 2 полутреугольника платочной вязки снова ракушка 2 полутреугольника платочной вязки и если мы посмотрим на кофточку у нас вот посмотрите 5 дырочек и завершающий 1 изнаночный ряд и с лицевой стороны он выглядит как лицевой ряд то есть лицевыми петельками вот так вот красиво и снова продолжаете вязать высоту и заканчиваете рядом с изнаночной стороны просто изнаночными петельками если вы будете вязать непрерывно то есть по рисуночку изнаночные ряды то у вас получится вот такие вот дырочки снова веерочек с дырочками веерочек с дырочками и не будет вот так вот отделяться именно лицевыми рядами узорчик а будет такой как бы вот непрерывный то есть здесь так будет продолжаться платочная вязка я надеюсь что вам осталось все понятно поэтому конечно же не забудьте лайкнуть спасибо что остаетесь на моем канале всем хорошего настроения ровных петель пока пока